Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии Торника. Как и всегда, в 9.30 по московскому времени мы разбираем основные события минувшей торговой сессии. Движения, которые мы наблюдаем на финансовых рынках, сейчас, безусловно, далеки, возможно, от тех интенсивных торгов, которые нам хотелось бы видеть, с учетом того новостного фона, который сложился. Но еще не вечер, друзья, может быть, рынок дает нам возможность так вот последовательно, постепенно войти в размеренные, привычные трудовые будни, чем мы, собственно, и занимаемся. Давайте к повестке экономического календаря. Сегодня в 10.00 по московскому времени, буквально совсем скоро, мы ждем данные по промышленному производству Германии. В частности, вчера по еврозоне было очень много статистики. Чуть позже, когда переключимся на пару евро-доллар, непосредственно перейдем на эту статистику, я расскажу, почему еврозона по-прежнему вызывает сейчас много вопросов именно к макроэкономической стабильности и почему этот регион остается довольно уязвимым, может быть, с точки зрения необходимости сохранения мягкой экономической политики. Но это не значит то, что сейчас этот фон должен стать причиной слабости евро. Вчера я не просто так сделал акцент на то, что происходит с американской валютой и допустил то, что локальная слабость доллара, в принципе, имеющая достаточный потенциал, чтобы перерасти в слабость долгосрочную, может какое-то время оказывать поддержку норийского инструмента, к которому традиционно относится европейская валюта. Поэтому мы, безусловно, обязаны, будучи фундаменталистами, говорить про релизы отдельно по регионам, экономикам непосредственно. Вот и по еврозоне обязаны разбирать правильным образом эту статистику, но все-таки ориентирами сейчас для движения того же самого евро будет выступать не слабая статистика, а еще раз повторюсь, друзья, именно то, что происходит с курсом американского доллара. Далее в 13.00 по московскому времени нас ожидает тоже еще один европейский отчет. Это уровень доверия потребителей, хотя в целом мы вчера уже поработали со статистикой именно потребительских настроений с Энтикса, она в очередной раз разочаровала. Думаю, что ее уровень доверия сегодня вряд ли может поддержать оптимистов, которые каким-то непонятным и немыслимым образом находят положительные стат данные в рамках валютного блока. Если среди вас, друзья, есть таковые, то можете, собственно, в комментариях на нашем канале на YouTube сделать маленький такой постик именно с точки зрения того, что вот он, отчет, который является основой для развития какого-то сектора и в конце концов отчет, который может изменить риторику Европейского Центрального Банка. Еще один релиз, на который можно будет обратить внимание, он уже в переходе с вторника на среду. Это традиционная статистика по запасам нефти от Американского института нефти в 0-0 часов 30 минут. Мы классически разбираем этот релиз как репетиция перед официальными данными, которые выйдут спустя вот сутки. Запасы нефти сейчас важны для нас, поскольку мы спекулируем нефтью, мы торгуем нефтянкой и понимаем то, что статистика такого формата, особенно если это отчет администрации энергетической информации, конечно же, оказывает влияние в моменте на то, что происходит с нефтянкой. Но теперь, друзья, давайте чуть подробнее как раз и переключимся на рынок нефти, который вчера смог добраться до локального максимума 58.91. Это все равно еще лишь цветочки. Я жду бренд как минимум в районе 65 долларов за баррель. Я считаю то, что инструмент, данный актив рынка углеводородов непременно сможет добраться до данного значения. На чем, собственно, вчера росли. Стоит отметить и оптимизм, который связан с очередным этапом переговоров между США и Китаем. В частности, высокопоставленные чиновники Поднебесной вчера провели встречу, посвященную ключевым вопросам касательно торговых разногласий. Но это лишь очередная, одна из множества встреч, которые еще пройдут до марта. То есть, состоятся вот этот период действия торгового перемирия. И я думаю, вы уже сами прекрасно понимаете то, что раз рынок вчера не отличился мощными движениями, что вверх, что, собственно, вниз, это значит то, что переговоры прошли более-менее спокойно. И нету отдельно взятых, достигнутых, скажем, договоренностей, которые мы можем обозначить в качестве итога и попробовать порассуждать на тему, действительно ли после этого можно говорить о том, что США и Китай близки к вот этому двухстороннему торговому соглашению, цель которого нивелировать и преодолеть все сложившиеся в последние месяцы разногласия. Пока что, друзья, этого нету такого новостного фона, мы сейчас обозначать не можем. Но в то же время переговоры идут, это, наверное, тоже неплохо. Будем за ними следить и изначально понимать, что именно март, когда завершится торговое перемирие, будет иметь очень крайне важное значение для всех рынков. Потому что сейчас какой бы инструмент мы бы не стали анализировать, разбирать с вами в долгосрочной перспективе, все равно все упрется в восприятие трейдерами риска, все упрется в готовность, либо не готовность сейчас действовать, активно рисковать из-за опасений, из-за перспективы экономического роста. Экономический рост у нас всецело определяется тем, как дальше будут обстоять торговые отношения между США и Китаем. Второй фактор поддержки котировок нефти – это продолжающие поступать на рынок сигналы о том, что ключевые нефти экспортеру сокращают объемы нефти добычи. Собственно, героем вчерашнего брифинга у нас была Саудовская Аравия. Мы разбирали оценку Bloomberg, мы говорили о оценке Reuters. Сейчас можно снова сослаться на еще одно издательство, источник, скажем так, лучше Wall Street Journal. В частности, у них есть информация со ссылкой на отдельные источники ВОПЕКа о том, что Саудовская Аравия планирует продолжить действовать активно в плане сокращения собственного показателя добычи совокупного. И цель – сократить производство еще на 800 тысяч баррелей с текущих уровней 7,9 до 7,1. 800 тысяч, конечно же, это очень много. Не знаю, сколько Саудовская Аравия, если данный регион будет соответствовать взятому лично на себя, собственно, ручному обязательству. Но то, что в декабре мы видели сокращение поставок со стороны данного государства примерно на полмиллиона баррелей, получается, что, в принципе, не так уж и много. Хотя вряд ли Саудовская Аравия будет в таком же темпе по ограничению добычи действовать и дальше. И вообще, лично я сомневаюсь в том, что Саудовская Аравия сможет сократить собственное производство на столь существенную цифру. Одно дело говорить, друзья, другое дело непосредственно действовать. И еще в конце прошлого года, когда у нас была возможность, лучше сказать, необходимость даже разбирать все новости ближневосточного картеля, мы не раз обращали внимание на отдельные заявления, в том числе и Саудовской Аравии, о том, что данный регион хочет сделать все возможное, чтобы разогнать котировки выше 80 долларов за баррель. Но при этом особенной реакции со стороны трейдеров, как вы помните, тогда не последовало. И мы пришли к выводу о том, что участники рынка не склонны верить уже ближневосточному картелю, потому что много было инструментов, возможностей, да и сейчас есть механизмов, чтобы изменить ситуацию. Однако, в целом, существенным образом эта ситуация не меняется. Да, котировки сейчас, прошу прощения, выросли, немного восстановились с минимальных уровней, но все равно это гораздо ниже, чем те котировки, которые мы видели, чем те ценовые уровни, которые были на наших, собственно, глазах буквально несколько месяцев назад. В целом, друзья, резюмируем по нефтянке. Повторяюсь то, что сейчас, поскольку рынок живет ожиданиями, что США и Китай все-таки договорятся, рынок верит в то, что такими вот усилиями Саудовской Аравии удастся в первом полугодии 2019 года ребалансировать рынок черного золота, я сейчас считаю, что можно тоже положиться на вот этот настоянический фактор, и пока позитив развивается, тоже попробовать к нему приобщиться и выкупить нефть в расчете на то, что котировки вернутся в район 65 долларов за баррель. Но, с другой стороны, есть и альтернативная точка зрения. Я ни в коем случае сейчас не хочу заставить вас сомневаться, либо запутать в том, как действовать дальше. Повторяюсь то, что лично, на мой взгляд, приоритетными являются именно покупки сейчас. Но для медведей долгосрочных, которые даже после достижения поддержки 55 долларов за баррель ухрода, а бренда ниже, все равно еще для медведей, которые считают, что рынок далек от своих донных уровней, тоже есть новости для вас со ссылкой на Goldman Sachs, которые вчера понизили прогноз, собственно, нефтьянки практически на 8 долларов своего прежнего, с 70 до 62,50, но на самом деле реальные цифры, как правило, уже по факту оказываются ниже. И Goldman Sachs, даже несмотря на текущий рост, по-прежнему видит очень много проблем, а именно рост запасов, высокие темпы добычи на шельфовых месторождениях, сланцевая добыча, соответственно, тоже и более низкий спрос. Здесь риск уходит именно в то, что торговые переговоры между США и Китаем ничем, собственно, не завершатся хорошим, и в конце концов две ведущие экономики мира вернутся к прежнему торговому противодействию и конфликту. Соответственно, если среди вас есть пессимисты, которые даже локально не привыкли транслировать и полагаться на такой же локальный позитив, ну, друзья, я долгосрочно вас переубеждать ни в коем случае не буду. Может быть, вы и правы в том, что не мечетесь, держите позицию и ждете более донные ценовые уровни. Но я считаю то, что если есть возможность, нужно использовать и такие краткосрочные подарки фундамента. В данном случае это как раз те условия, которые сейчас позволяют нефти именно покупать. Поэтому еще раз повторяю, 65 долларов за баррель – это ближайшая цель. Доллар и иена 108.91. Вчера мы не добрались до нашей отложки. Я предлагаю ее подтянуть чуть повыше. Селл стоп с уровня 108.40. В частности, продолжаю ставить на то, что американец остается очень уязвимым инструментом, особенно против защитных компонентов, в данном случае против иены. Еще раз делаю акцент на крайне провальный релиз от АСМ в производственном секторе, друзья, который оказался худшим за последние 10 лет. Это показатель, который обвалил доходности американского долгового рынка, облигации десятилеток, двухлетних бумаг. В частности, я вчера говорил, что двухлетние даже оказались сейчас на уровне паритета с эффективной процентной ставкой. Это тоже своего рода серьезнейший предвестник рецессии. JP Morgan, кстати, предлагает рассуждать на тему рецессии с точки зрения текущего состояния американского фондового рынка. Вот интересное наблюдение. Но я не думаю, что на него стоит полагаться, но для общего развития тоже неплохо. В частности, JP Morgan сравнивает то, сколько потерял индекс S&P за время и сопоставляет значение потери американского фондового рынка с теми потерями, за которыми следовала рецессия. Так вот, по мнению JP Morgan, после снижения американского фондового рынка на 25-30% рецессия наступала чуть ли не в 90% случаев. Хотя это более чем разумно и логично, учитывая такие потери. Если говорить про текущее значение S&P, то с локальных максимумов индекс потерял чуть больше 15-16%. И сравнивая опять же текущие потери с теми потенциальными, за которыми может последовать рецессия, то сейчас вероятность рецессии в США около 55-60%. Ну, больше половины, это тоже тревожный сигнал. Я не хочу стращать, друзья, ни в коем случае загущать тучи. Совершенно не значит это то, что штаты на пороге серьезных экономических потрясений. Но в то же время ситуация изменилась. Она уже не настолько замечательно складывается по статистике, как это было в конце 2018 года. И первые сигналы у нас уже есть. АСМ в производственном секторе, мы о нем уже поговорили. Вчера вышел отчет АСМ в сфере услуг 57,6% с 67% тоже спад. Друзья, игнорировать не стоит. Сразу же после отчета АСМ в производственном секторе, помним, выступал Паул, который дал очевидный сигнал того, что американский регулятор будет более адаптивным, более гибким и, скорее всего, уже предпочитует не торопиться с дальнейшим расточением монетарной политики. Это ровным счетом также ничего не значит. Это не железобетонная устоявшаяся, уже сформированная и утвержденная дорожная карта того, что американский регулятор не будет интенсивным и агрессивным получать процентные ставки. Стоит только фундаменту измениться, как ФРСО вернется к прежней риторике. Но пока мы работаем с тем, что есть статистика плохая. Я бы даже сказал, что это отчет, не просто отличающийся, скажем, от релизов последних месяцев. Это отчет, который является серьезным предвестником того, что прежнее наше отношение к отдельным секторам было несколько предвзятым с точки зрения позитива. И, может быть, на отдельной отрасли лично я смотрел сквозь розовые очки. Сейчас стараюсь исправиться, друзья, потому что статистика заставляет лично меня это сделать. Единственной надеждой сейчас для доллара остается, опять же, ход переговоров с Китаем и то, как завершится торговое перемирие. Новым соглашением, собственно, о том, что поставят, собственно, жирную точку в торговом конфликте, либо все-таки завершится тем, что страны придут, как и раньше, к прежнему конфликту и будут снова стращать и друг друга, и всю мировую экономику новыми барьерами в виде импортных тарифов. Это большой вопрос, собственно, как из этого торгового перемирия выйдут страны. Есть и оптимисты, есть и пессимисты. Я даже в ходе этого брифинга об этом говорил. Соответственно, друзья, пока у нас довольно много времени следить за ходом переговоров. Довольно много времени, чтобы попробовать еще, может быть, заранее подготовиться к самым негативным последствиям в случае рецессии. Пока у нас слабые цифры. Отдельно по секторам американской экономики, ну, пожалуй, за исключением только рынка труда. Хотя посмотрим, удастся ли в следующем месяце, скажем, американского рынка труда закрепить столь сильный результат, который мы видели вот по итогам декабря. Короткая позиция по доллару, друзья, с учетом текущего фундамента в приоритете. Я повторяю, что селстоп 108.40 это доллар иена. Если будут причины для позитива, я думаю, что вряд ли раньше, совсем раньше марта. Тогда, ну, снова будем следить и рассматривать возможности даже о покупках. Но пока что я считаю, что доллар нужно продавать и использовать для этого те уровни, которые кажутся перспективными. Собственно, евро против доллара, о части мы уже поговорили. 1.1440 мы в сделке, мы европейскую валюту покупаем, потому что заранее сделали акцент на снижение курса американского доллара. Стат данных было очень много в ходе вчерашнего дня. У меня статистика плохая, эта статистика еще раз указывает на то, почему Европейский Центральный Банк должен придерживаться мягкой экономической политики. Но к слабости евро мы еще успеем, друзья, вернуться, потому что это долгосрочная сделка. Цели, они по-прежнему те же самые. Это 112 даже пониже. Но это долгосрочный взгляд. Коткосрочный я пока что считаю, что у нас есть возможность выжать немножко в плане позитива по евро, а именно поддержать длинные позиции в расчете на то, что американец все-таки окажется еще ниже. Другие инструменты. Фунт против доллара 1.2758. Вчера, собственно, на рынок пришло сообщение о том, что известны конкретные сроки, когда пройдет голосование по соглашению о Брэкзите в британском кабинете министров. Состоится, друзья, голосование 15 января, то есть уже в следующий вторник. Тереза Мэй сопроводила это заявление, комментариями о том, что вот в ближайшую неделю, ну фактически с текущего дня неделя, есть полноценная, будет использовать это имеющееся время для того, чтобы попробовать внести в текущее соглашение определенные изменения, которые устроили бы британских парламентариев. Но это изменения, которые как раз касаются и гарантий Европейского Союза, это изменения, которые касаются Северной Ирландии, всем известная тема бэкстопа, а именно режим пребывания Северной Ирландии в рамках Европейского единого рынка и таможенного союза для обеспечения прозрачности границ именно той части Ирландии, которая остается членом Европейского Союза и часть Ирландии, которая все-таки остается частью Англии после Брекзита. Сразу хочу сказать, друзья, что, может быть, кто-то из вас забыл, но напоминаю, что еще в конце декабря Европейский Союз ясно дал понять, в том числе и ТРЗМ, что документ, согласованный 25 ноября, больше пересматриваться не будет. ЕС потратил очень много времени, чтобы дать то соглашение, которое должно было устроить Великобританию, но оно Великобританию не устроило. Ну, я имею в виду консерваторов прочих, помимо ТРЗМ, ТРЗМ это все устроило, но вот оппозицию нет, и многих ее, собственно, партийцев тоже. И вот эти заявления о том, что с текущим соглашением могут быть внесены определенные изменения, я думаю, что несколько является смелым заявлением со стороны ТРЗМ. Но я надеюсь, что вы понимаете, как и на простое дело на самом деле, понимаете, что даже несмотря на такого рода комментарии, все-таки ситуация по Брэкзиту, на мой взгляд, остается однозначной, и Англия на пороге выхода из состава ЕС на очень жестких условиях. Собственно, вчера также появилась информация о том, что именно ТРЗМ возглавит комитет именно в случае жесткого Брэкзита. Я думаю, что сигналы, которые поступают с разных сторон о том, что этот сценарий действительно прорабатывает сейчас крайне детальным образом, это и есть та самая дорожная карта, по которой ситуация будет развиваться дальше. Поэтому, друзья, по Британцу негатив, я думаю, что, на мой взгляд, по-прежнему очевидный. Я думаю, что нужно присматриваться к уровням, которые позволили бы поймать потенциал резкого ослабления британца. Я вижу хорошие уровни с отметки 1.2720, то есть здесь можно разместить атошку селл-стоп. Из других инструментов доллар-канадец 1.3279, канадский доллар укрепляется. Мы постепенно идем к отметке 1.30. Я снова, друзья, верю, что на крепком Канаде сейчас можно поспекулировать. Завтра состоится заседание Банка Канады по процентной ставке. Напомню, что за последние полтора года канадский регулятор пять раз повышал процентные ставки. Сейчас есть возможность снова не то чтобы повысить ставку, но изменить риторику в сторону, в пользу более жесткого подхода. В частности, только хотя бы, потому что очень неплохо восстановились цены на нефть в последнее время. И отчасти можно говорить о некотором потеплении, улучшении ситуации с неопределенностью мировой экономики, потому что сейчас все больше разговоров о том, что США и Китай детально и очень тесно сейчас взаимодействуют друг с другом по преодолению именно торговых разногласий. Собственно, вчера весь день мы существовали, жили на рынке именно с оглядкой на новостной фон о том, что в данный момент времени проходит очередной этап переговоров на высочайшем уровне между Китаем и США. Негатива особого нету. Мы ждем заседание Банка Канады. Мы ждем снова смещения акцентов в сторону того, что ставки могут быть повышены и дальше. И, соответственно, ждем поддержки для канадца дополнительной, благодаря которой пара в перспективе ближайших двух-трех недель сможет протестировать поддержку 1.30. Австралийцы против доллара, друзья, 0.7127. Вчера я забыл упомянуть эту валютную пару. Могу поздравить тех, кто все-таки принципиальным образом держал цели по данному до этого актива до отметки 0.70. Эта цель, собственно, была сделана. Рынок оказался даже ниже планки 0.70. Выстрадали мы этот уровень. Я подзакрывался повыше. Может быть, кто-то из вас сделал. А также, ну, знаю также, что многие держали все-таки пару до отметки 0.70. Сейчас уже неплохо выросли 0.7127. Друзья, я думаю, что дальше по ходу этой недели дам конкретные новые торговые рекомендации, как можно действовать по Австралийцу. Далее в перспективе, опять же, января, может быть, даже с забегом с акцентом на более длительную перспективу. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Большое всем спасибо за внимание. Всего доброго. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok